Перечень льгот для многодетных семей установлен указом президента РФ номер 432 5 мая 1992 года, кроме привилегий при оплате коммунальных услуг, покупке лекарственных препаратов и бесплатным обеспечением школьной формой, большую ценность для этой категории граждан имеет скидка на приобретение ЖД-билетов. Преимущества многодетных семей при покупке железнодорожных билетов. Точное определение многодетности в правовых документах не отображено. Основным законодательным актом, который регулирует эту сферу, считается указ номер 431 от 5 мая 1992 года президента РФ. В нем описаны полномочия регионов при утверждении критериев присуждения семье статуса многодетности. Таковой признается семья, в которой растут три ребенка и более младше 16 лет. В это число входят, кроме родных ретей, усыновленные, пачерицы, пасынки. Многодетной семье отправиться в путешествие или в отпуск подальше от дома зачастую просто невозможно из-за стоимости проездных билетов. Чтобы это удовольствие стало доступным, необходимо заранее ознакомиться с законными льготами для многодетных семей. Читайте также статью «Льготы и компенсации многодетным семьям в Санкт-Петербурге в 2020 году». Перечень льгот на ЖД-транспорте для семьи многодетной. Льготы условия скидка 50% на стоимость проезда для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении. Регулируется постановлением правительства РФ номер 406 от 9 апреля 1999 года, предоставляется детям моложе 18 лет. Условием получения льготы является заключение медучреждения, которое выдает путевки санаторно-курортного назначения. Бесплатный проезд малышей до 5-летнего возраста, а дети от 5 до 10 лет едут с билетом за полцены 50%. Условие состоит в том, что с родителем может ехать один ребенок, пользующийся льготой. Если в семье двое детей указанного возраста, то льгота действительно при наличии обоих родителей. Это связано с тем, что ребенку не положено занимать полку самостоятельно без взрослого. Кроме родителей, с ребенком могут путешествовать лица с дети старше 10 лет, но не более 18 лет имеют право на льготный проезд, предоставляемый школьникам. Скидка действительно только в период обучения. Это время с 1 сентября до 31 мая, исключая летние месяцы. Чтобы получить льготный билет, понадобится предоставить справку из школьного учреждения с подписью директора и гербовой печатью. Бесплатный проезд в электричке дети до 18 при наличии справки из школьного учреждения. Студенты до 23 лет при наличии справки из вуза о том, что обучение проходит на стационаре. Важно! Данные правила действительно при покупке билетов в вагоны с сидячими, общими, плацкартными местами и купе. При посадке проводнику обязательно предъявляются билеты и свидетельства о рождении детей. Дополнительные правила для многодетных семей при поездке на РЖД. Среди дополнительных льгот, которыми могут пользоваться многодетные семьи при оформлении билетов. Замена места по требованию пассажиров. Свободная полка для членов многодетной семьи. Предварительная регистрация места. Эти правила знакомы всем кассирам, но их необходимо знать и родителям в многодетных семьях. Они с полным правом могут требовать их выполнения при оформлении билетов на проезд в ЖД-транспорте. Помощь в этом вопросе оказывает ЕИСТ, Единый информационно-сервисный центр, РЖД, предоставляя своевременную и правдивую информацию по заявке гражданина РФ. Ответ можно получить и в телефонном режиме. Бесплатный звонок по телефону 8 800 775 000 возможен из любого региона РФ круглосуточно. Также на сайте ООО РЖД можно легко найти необходимую информацию. Для этого нежно зайти в раздел для пассажиров и открыть вкладку «Поезда дальнего следования», затем «Льготы». Подробное описание дополнительных правил. Льготный проезд предоставляется согласно условиям договоров, заключенных между исполнительными органами региональных властей и пассажирскими компаниями. Дополнительные льготы в настоящее время выражаются в следующих мероприятиях. Льгота описания полка «Свободная» – этот момент связан с наполнением купе. Если родители с детьми выкупили билеты на три полки, то четвертая оставляется свободной на пути следования многодетной семьи. Замена места после посадки в ЖД «Транспорт» часто обнаруживается отсутствие свободных нижних полок или разделения семьи в разных купе. Родителям, обратившимся за помощью к проводнику, предоставляется возможность ехать вместе. Для этого проводник подбирает соседние места с перемещением соседей, что узаконено правовыми актами. Конечно, необходимо согласие пассажира, которому предложено поменять место. Предварительная регистрация места – этот вопрос всегда был правомочным относительно билетов для взрослых пассажиров. Маленькие дети не имели билета с указанием места. Поэтому возникали спорные вопросы. В настоящее время указывают номера посадочных мест для всех членов семьи, и дети имеют полное право на пользование местом. Проводники самостоятельно изменить ситуацию не могу, поэтому вынуждены смиряться даже со свободной полкой в купе. Скидки и компенсации при следовании в санаторий. Многодетная семья имеет возможность оформить особые льготы, если намерена отправиться в санаторий для оздоровления на ЖД-транспорте РФ. К таким преимуществам относятся скидки и компенсации за проезд. В этом случае родителям необходимо предоставить в органы социальной защиты пакет документов, заявление от родителя, его паспорт, паспорт или свидетельство о рождении ребенка, бланк, подтверждающий статус многодетности, справку. Из той организации, с помощью которой организована поездка, документы, подтверждающие проезд, билеты и чеки села оплатой проезда. Предоставленные документы дают право получить компенсацию в размере 50% суммы, расходованной семьей на проезд. Важно! Сумма компенсации, процент, может отличаться в различных регионах РФ. Перечень документов и условия для получения льготы. Без наличия необходимых документов семье не удастся получить скидку на детский билет. До осуществления поездки родителям понадобится приготовить справку с места учебы детей или ребенка. Свидетельство о рождении. Действительно только для детей моложе 14 лет. Паспорт и доверенность, если с детьми едет другой человек. Доверенность в обязательном порядке заверяется нотариально. Срок действия доверенности ограничен одной поездкой. Справка об обучении для школьника. Она не требуется при покупке билета, но необходима при посадке в поезд. Взрослым необходимо учитывать еще один нюанс. При проверке документов соблюдается точное соответствие документа, удостоверяющего личность детей с их возрастом. Если в момент покупки билета ребенок еще не достиг 10-летнего возраста, а при посадке этот рубеж уже пройден, то воспользоваться льготой не получится. Документы, подтверждающие статус многодетности при поездках на РЖД, не требуются. Основными ошибками многодетных родителей является незнание правительственных указов и постановлений и принятых изменений. Планирование бюджета поездки без возможности приобрести льготный билет. По этой причине многие вообще не задаются вопросом о совместном отдыхе с детьми. Читайте также статью, есть ли льготы и скидки многодетным семьям на авиабилеты в 2020, как получить. Вопрос номер один. Как можно сэкономить многодетной семье на билетах РЖД, если не оформлены обязательные документы? Можно воспользоваться акциями, скидками компаний или предварительной продажей проездного талона. Перевозчики часто снижают цены до 30% на билеты при заблаговременной покупке за 16 суток до отправления. Также существуют праздничные акции, приуроченные ко дню рождения. Вопрос номер два. Многодетная семья может оформить льготный проезд на все категории железнодорожного транспорта. Исключения составляют поезда повышенной степени комфортности и фирменные составы. Вопрос номер три. Какие льготы имеют родители многодетной семьи при поездках на РЖД? Один родитель, который сопровождает несовершеннолетнего ребенка, получает скидку в размере 30%. При поездке в санаторий, взрослый получит 50% снижения стоимости билета. Существуют общие правила для получения льготных проездных билетов РЖД для многодетных семей. Но в каждом случае могут возникнуть определенные нюансы. Если на руках нет нужного документа или неясны детали оформления, лучше обратиться к общественному или социальному юристу, который окажет профессиональную помощь. Важно учесть, что в различных регионах РФ органы исполнительной власти могут принимать постановления о дополнительных льготах многодетным родителям. Поэтому консультация специалиста необходима. Это даст возможность семье организовать совместную поездку или оздоровить детей в санатории. Петров Н.В. Юрист социальной службы, город Тверь. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!